смесь голубой и синий и вот этой смесью сметанное состояние краски полностью избавиться от белого полный количество вещества должно быть такое что было что придавить все давай давай значит берешь с розовиночкой все тоже с розовиночкой чуть светлее в начале чуть и и вот эти перистые облака создаешь ну как как перистые облака гоняться за каждым звуком на картине на на фотографии не надо создаешь собственные звуки которые складываются единственное общую затею пытаешься показать общую затею перистых и общую затею кучевых вот такого дракончика кладешь раздавливаешь потом раздавливаешь если надо домоделируешь могут заслонять один дракончик другого и тоже будет дополнительное пространство одно заслонило другое появилась еще чем больше заслоненности тем больше эффект пространства видим следующие следующие которые вместе создают рифму 1 2 3 разного размера создают вместе рифму ну вот я их как бы перечисляю потом возьмешь синьку и отчертишь облака от неба отчертишь эти горы синечкой отчертишь ты сейчас ходила за мной видела как эти делать действия да мари раздавленная краска тренироваться можешь здесь потренироваться сначала чтобы край упаковать упаковать чтобы поделать вот эти склоны 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 так 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 вот оно вот оно вот такое И крайняя точка будет где-то здесь. Итак, сначала ты закладываешь вот эти пересты, а с той стороны еще и с преувеличенным розовым. Вот так моделирую я. И раздавливаю. Прикольно? Особенно прикольно, когда одно заслоняет другое. Одно заслоняет другое. Будет особенно красиво. Давай. Здесь более цельный кусок неба. Более цельный. Здесь не должен быть настолько кричащим. Потому что мы все для центра. Если нужно, можно это все отдавливать и помогать пальцем в том числе. Смотри, вот я сейчас разогнал боковинки и заработал центр. Это важно. А центр вполне съедобный. Можно, конечно, еще чуть-чуть. Но это уже, понимаешь, вот лучше оно будет жестом сделано, чем ты бы шаг за шагом насусулива. Но вот жестом красиво. Слушайте, вот это вот я правильно поняла или неправильно? А, да, да, это лишь. А вот это вот из другого цель, правда? Да, да. Вот это вот. Смотри, вот для меня актуально, что все пятно темное. Смотри, 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 все пятно темное. Еще для меня актуально, что нижнее пятно бирюзовое. Все правильно, сверху нет. Это я его замазывал. Краску туда как-то подбросил. Хотя пока очень условно. Так, где у нас бирюзовое? Еще бирюзовое. Хорошо. Я сделаю. Вот этот тканчик мы оставляем. Смотри, кладу вот такие игрушечки. Вот такие. Кладу желтоватые игрушечки. кладу разбил бирюзового. Тоже там есть, да? Теперь все это превращаю в вертикаль в вертикаль стеклянную стеклянную по звучанию. Вот в эту стеклянную. Теперь отделим уже внятно одно от другого. Голубой возьмем плюс коричневый. И здесь черноту поселим. Черноту заслоняющую. Не черноту задника. Вот прямо вот такую черноту. Эта же чернота чуть-чуть поселится и здесь. Тоже превратится в вертикаль. и тогда чуть передний план то еще и у нас уже красотин. Освещённый кусок. наблюдаю не получилось ли чего красивого естественно. Розовенький зайдет в это ущелье. Тоже может быть чуть-чуть его доиграть. там остатки снега есть по-моему на на макушках. Если что то давай чуть-чуть положим эти остатки и снег в тени он же в тени не белый. Могично, да? То есть на свету сияет в тени тихо. Причем в шоссе, да? Еще один такой же звучит вот здесь тоже положил посмотрел и не получилось ли чего красивого. Нет там слишком мелко для тряпочек. На переднем плане преувеличено рыжий усадин. Что делаете? Развивать успех. А вот это что такое? Дерево? Дерево. Да, я понимаю. Ну как-нибудь там мастихинчиком. Смотри. Мастихинчиком сначала вот так. А что оно светлое? Нет, темное. Вот такое что-нибудь вначале. а потом разберем. Значит, смотри, здесь у нас идея должна появиться колебание на воде нарочито горизонтальное. Чуть-чуть. Знаешь, как на воде вдали часто бывает. вот такие звучки. Сразу выразилась лежачая плоскость. Я тебе перезвоню, хорошо, Сань? На этом стекле выразилась лежачая плоскость. Каменюка. Каменюка. слишком упрощаешь. Уползающая змейка. Уползающая Именно уползающая змейка хорошо показывает уход вдаль. Посмотри. накопошила полный перебор. Накопошила полный перебор. Я просто не знала, как это сделать. Понятно, не знал. Все правильно. Я не проговариваю ничего такого, что могло бы тебя расстроить. Но это опять же не всегда крупные делают. Кого-кого? Не всегда люди крупные делают. Ну, во всяком случае не вот эту. Не вот эту. А почему? Потому что она вне контекста вот этих поступков. То есть она капошливая. А у нас смотри, все на жестикуляции. Все на легкости исполнительской. Вот как он высунулся, да? Да. Алло, Таса. Алло. Санечка, я тебе перезвонила, ладно? Да, Немножечко. Хорошо. 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 Смотри, поскольку у нас исполнительская легкость то здесь тоже попытаемся как-то так сделать, чтобы удивить зрителя, как мы двумя шагами достигли. То есть не как мы утруждались, а как мы наоборот. то есть сыграем, даже сымитируем легкость исполнительскую. В данном случае я демонстрирую поднятый бугорочек. травяной, но поднятый. все это перекрыто травками, в том числе освещенными. Вот здесь кусочек освещен, вот здесь кусочек освещен. А здесь он как бы чуть в тени. Могло же быть, что вот этот кусочек немножко попал в тень, то ли от облака, то ли еще от чего. Чтоб не все подряд было на свету, здесь выстроено светлое на светлом. А где-то в тени, а где-то на свету. Может каменюка здесь какое-то торчит, дерево стоит, тень отбрасывает. Нормальное дерево. Я бы даже его оставил. Вот такой пустяк. Не нравится тебе такое, да? Ладно, чуть-чуть перекроем травками. травки бывает цветут. Травки бывают цветут. приятный, приятный, неожиданный, цветовой мотивчик. Очень хорошо. Вот это остальное. Очень хорошо. Держи. 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 Давайте. Спасибо.